О новых средствах ПВО, иранском оружии на службе у России, детальнее будем говориться спикером командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, Юрий Игнат в нашем эфире. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Давайте в первую очередь начнем с оперативной обстановки за последние сутки. Расскажите о последствиях последних атак врага. Ну, как вы видите по нашим сводкам, все следят сегодня за противовоздушной обороной, как ни крути, каждый гражданин смотрит, изучает, слушает новости. Видимо, что особых таких обстрелов именно с воздуха нет, то есть воздушных имеется в виду. Есть у нас сбитый Су-25 вчера по состоянию на 9.30. Да, воздушные тревоги будут в любое время актуальны, еще будут продолжаться. Вот недавно, буквально сколько, час назад завершилась воздушная тревога, ибо была угроза с моря. Поэтому, я думаю, что не всегда будут сопровождаться тревоги и обстрелами, но все же бдительность и безопасность прежде всего, и нужно соблюдать эти сигналы, даже когда есть вероятность, что и не будет совершен этот обстрел. Мы переживаем сегодня такое время, когда нужно быть всегда на чеку. Мы сегодня ждем от наших партнеров усиления. Видите, вчера хорошие новости были и от министра обороны Алексея Резник, который огласил, что и НАСАМС, и АСПИД уже в Украине. Да, это немного, но это то начало, о котором мы мечтали после полномасштабного вторжения. Мы ждали долго и первую систему, которая уже около месяца работает в Украине, это немецкий АВСТ. Следовательно, уже есть и НАСАМС, и АСПИД. На очереди ХОК, да, их довольно-таки большое количество есть в мире, поэтому будем усиляться всем, чем возможно. Ибо угрозы с неба растут не так в ракетном вооружении, как и в вооружении такое, как дроны, дроны-камикадзе, которые несут существенную угрозу. Именно из-за того, что их большое количество, их нужно банально чем-то сбивать. То есть, нужно вооружение, даже, может быть, не самое новое, не самое морально и физически так новое, да, может быть, и устаревшее, что там, которое способно ради локационно определять эти цели и сбивать их. А вот хотел бы уточнить сразу, вы сказали о сбитом Су-25, это произошло, как я вижу, на Херсонщине, это уже 278-й или 279-й по счету самолет, который Россия потеряла? Да, очевидно. Уже никто раньше считали, а сейчас уже как-то так обыденное дело сбивать российскую авиатехнику и К-52. Ну, невероятно много сбито, уже даже, ну, многие начинают сомневаться, было ли столько у них. Ну, в определенной мере, да, нужно подтверждение визуально иметь уничтожные техники, именно как на вот этих кадрах, или как уже находят потом на оккупированных территориях те летательные аппараты, которые были сбиты и не долетели до аэродрома. Вот, но такой возможности нет сегодня, так показывать. Цели сбиваются каждый день, каждый день, не всегда самолет-вертолет, но БПЛА разных типов, это и квадрокоптеры, которые сажают буквально пачками с помощью антидроновых ружей, да, так же самая система РЭП, так же избивая силковое вооружение. Ну, и часто, часто, да, попадаются и дроны разведывания, такие как Орлан-10, так же противник часто начал уже частенько привлекать свои БПЛА Камикадзе, Ланцет, первой, второй, третьей версии, которые так же угрожают нам. Поэтому сбивать дроны нужно, и нужно иметь чем сбивать. Над этим работают руководство страны и наши партнеры. Юрий, а вот когда стоит ждать усиления атак со стороны России по критической инфраструктуре, когда уже морозы начнутся? Ну, во-первых, они сами бы хотели, да, чтобы морозы начались уже побыстрее, так, чтобы побольнее ударить нам. Но тут уже даже не про нож в спину идет, тут уже нож прям в лицо, да. И вот морозы это первое, чего им бы очень хотелось, но им бы очень хотелось нарастить свое производство, так, в условиях санкций. Потому что, если бы могли, так стреливали бы каждый день, можете даже не сомневаться. То есть у них есть вооружение советское, которое там Х-22 или Х-59 ракеты. Ну, Х-22, она довольно-таки неточная ракета, там 500 метров, это нормальная погрешность у нее, да. Ну, Х-59, очевидно, это авиационная ракета, то есть управляемая авиационная ракета, которая у них тоже есть в некотором количестве. Ну, вот что касается дальнобойных, высокоточных средств, таких как Х-101 и Калибр, а также Искандер, вот тут уже, видимо, не все так просто. То есть производство не успевает изготовить необходимое количество ракет, чтобы наносить массированные удары, которые мы видели в октябре. Четыре фактически таких ударов было, но самый большой это 10-е и 11-е число, потом еще три. То есть ракетных ударов. Мы видим, что корабли частично выведены из тех бухт, откуда они наносили удары калибрами. И, очевидно, противник накапливает вооружение и ждет, безусловно, те обещанные Ираном баллистические ракеты с дальностью 300 и 700 километров. Ну, сообщение было и СБУ, и ГУР, Министерство обороны, что Россия получит вроде бы такие отраны эти ракеты. И вот, да, одна с дальностью стрельбы 300 километров и 700 километров, соответственно. Вот изменится ли в связи с этим тактика обстрелов, как вы считаете? На что способны эти ракеты? Ну, тактика не изменится, потому что мы эту тактику наблюдали с 24-го числа. Это баллистическая ракета такая же, как «Искандер-М», которые были в больших количествах в Беларуси и на севере от Украины, в Курской области. Оттуда они наносили удары, в частности с аэродромов фиксировались. Сайт «Белорусский Гаюн» об этом постоянно предупреждал, что полетело там 4 баллистики, 8 ракет. То есть ничего нового фактически для нас нет, информация только не очень хорошая в том, что они пополнили запас именно баллистических ракет, против которых в Украине средств, к сожалению, нет, которые могли эффективно отрабатывать по этих ракетах. Так же, как и по ракетах Х-22, которые есть тоже в определенном количестве у России именно на севере от Украины. А вот иранские беспилотники, которые Россия также будет использовать, это АРАЖ-1 и АРАЖ-2. О каком количестве вот этих дронов Камикадзе договорился Кремль с Тегераном? Как идет их доставка и на что способны эти дроны? Чем они отличаются от тех, которые уже используются? Информация больше, все-таки, главного управления разведкой. Они владеют более такими данными точными, наверное, которые можно или нельзя на общественность обсуждать. Но там речь шла и о ракетах, и о дронах, около тысячи единиц, это открытые уже данные, которые публиковались разведками западных стран, что и ракет, и этих АРАЖ может быть около тысячи единиц. Ну, да, довольно-таки тревожно, да, с одной стороны. Ну, с другой стороны, чего только уже они не выдумывали, что мы будем стараться сбивать и АРАЖ и будем как-то противодействовать тем баллистическим ракетам, которые потенциально могут нам угрожать. А вот эти АРАЖ, чем вот они все-таки отличаются от тех, которыми сейчас обстреливают Украину? Ну, размером, боевой частью и скоростью. Так, то есть, да, они больше шахедов, по понятным причинам, у них там заложено больше взрывчатки, по дальности, очевидно, меньше, потому что стреловидное крыло и вес все-таки его, это не позволит ему там летать на большие дистанции. Но дистанции заложено в нем, в принципе, будет достаточно, чтобы достигать целей. Значит, сам по себе он радиолокационно, отбивающая поверхность у него немаленькая, то есть, он, очевидно, будет виден радиолокационными силами нашими, будет заметен, поэтому думаю, что будем сбивать и эти цели. Но здесь информация, что армия РФ накапливает иранские дроны в Беларуси, видимо, для того, чтобы уменьшить подлетное время. Можете ли вы это подтвердить? С территории Беларуси наносились не единожды уже удары дронами Камикадзе по руслу Днепра, они входили на близкую территорию и были сбиты, ну, некоторые долетели, к сожалению, но большинство было сбито, это около трех-четырех недель назад были эти атаки. Мы уже говорили сегодня с вами, да, о новых зенитно-ракетных комплексах, которые вот поставляют нам наши союзники. Как эти комплексы интегрируются вот в нашу единую систему ПВО? Ну, раз поставляют, значит, интегрируются. И не только интегрируются, а уже работают на нашу победу. Видим АРСТ, только патроны подавай, будет сбивать, будет работать эффективно и ждем остального обещанного на первый цикл, на первый период от Германии тех еще несколько установок и наращивание производства для того, чтобы постепенно заменять наш парк зенитных ракетных систем современными, такими как немецкий АРИС или НАСАМС. Так же НАСАМС, который уже прибыл в Украину, тоже будет работать интегрированно в нашей системе вместе с АРСТ, никаких проблем в этом не должно возникать. АСПИД-система, которая будет, очевидно, на балансе стоять на вооружении, вернее, стоять у противовоздушной обороны сухопутных войск, тоже усилит возможности именно ПВО сухопутных войск по уничтожению, прежде всего, бесполотных летальных аппаратов. Украинская система противовоздушной обороны, по Вашим словам, является уникальной. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. А вот мы уже затронули ее уникальность. У нас работают мобильные огневые группы, которые с ПЗРК по всей территории Украины. У нас работают стрелковые оружия, пулеметы, которые уже приспособили к сбитию воздушных целей крупнокалибренной. Работают самоходные зонитные установки, такие как наши, скажем, «Шилка». И вместе с ней стоит рядом немецкий «Гепард». У нас работают системы 70-х годов разработки, так, «Бук-М1» или «С-300», тот же самый. И вместе с ним работает суперсовременный «Айрис-Т». Люди работают просто героически, придумывают новые методы и тактики ведения огня, противостоят высокоточному вооружению. Нигде в мире такой практики не было, чтобы с таким вооружением и так эффективно сбивать именно вот эти вот крылатые ракеты противника, малозаметные БПЛА. Но также и самолеты, и вертолеты, которым, как говорили, нет, аналогов нет. Вот в этом и есть уникальность нашей ППО, что силами, умами, героизмом людей, ну и не без помощи партнеров, все это вместе работает как уникальная система противовоздушной обороны. Еще один вопрос хотел вам задать. Некоторым украинским летчикам АСам дают прозвище «сами враги». Есть призраки, есть хищники. Вот кто из них наводит больше всего страха на россиян? На них наводит страх огонь в глазах наших и летчиков, и танкистов, и артиллеристов. Потому что наши люди, ну, ничего, бояться нельзя, как бы не бояться нельзя, да? Бояться нужно всем, потому что все, так сказать, ну, не боится тот, кто знает, не боится умереть. Но просто они без мотивации, без очевидного, без воли к победе. И когда они видят наших людей, которые проявляют настолько героизм, настолько подготовку, готовность к самопожертвованию, готовность к любым сценариям, защищать свою родину, это самый больший страх вселяет оккупантов, которые не хотят воевать, которые хотят хоть плохо, но жить в своей империи, да? Главное, чтобы их никто не трогал. Любовь к нашей стране – это самое главное. Спасибо вам большое. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, был с нами на связи.